На этом уроке мы поговорим о переходных и непереходных глаголах. Возьмем за основу нашего урока известную книгу от Тасрифа-Л'Азии. Итак, Тақсиму-ль-фи'ли-эля-мута'аддин ва-лязмин. Деление глагола на переходные и непереходные глаголы. Начиная эту тему, автор этой книги Аз-Занжани, рахимахуллах, говорит «танбихун» — примечание, то есть «хаза танбихун» — это примечание. Аль-фи'ля-иммамута'аддин — глагол или переходный, то есть глагол бывает или непереходным. Ва-ху-лязи — это такой глагол, который или это такой глагол. Это адда, чё действие, которое он обозначает, переходит минал-фа'ля от фа'ля, то есть от действующего лица, или маф'ул-бихи, к маф'ул-бихи, к прямому дополнению, то есть к тому, на что падает действие, к объекту, на который направлено действие, будь это какой-либо предмет, лицо и так далее. То есть его пример. Пример переходного глагола подобен твоим словам «даробту зейдан», я ударил зейдан. Таким образом, «дарба» — это у нас глагол, прощадчиво временем. И «фа'ул-ва» — это его фа'ль, действующее лицо, то есть тот, кто совершил действие. «Ва зейдан а зейдан» — это маф'ул-бихи, это прямое дополнение, то есть имя, которое обозначает того, на кого падает данное действие, тот, на кого падает, или, скажем, распространяется совершенное им действие. «Фафахма ма'ана дарба» — таким образом, понимание значения глагола «дарба» — «бить, ударять» в этом примере. «Даробту зейдан» — я ударил зейда. «Мау-куфун аля зикри мута'ал-лакихи» — зависит от упоминания того, с чем он связан по смыслу, упоминания того, на кого это действие падает, иначе говоря, к кому это действие переходит. «Ляды хуа зейдан фи адрабту зейдан» — кое имя является зейд в нашем примере. «Адрабту зейдан» — я ударил зейда. «Ва хуа маф'ул-бихи» — и зейд в этом примере — это маф'ул-бихи, прямое дополнение, то есть имя, указывающее на того, на кого падает действие, данное действие, кому оно перешло. «Лянна дарба яхтады аль-мадруба» — ведь само слово «дарбун» — «бить», «ударят» — предполагает наличие того, на кого это действие падает, то есть если это действие «ударять», «бить», значит должен быть и тот, кого ударили или побили, то есть «мадрубун» — «побиваемый», коим здесь является зейд. Значит, чтобы полностью понять смысл глагола «дарба» — «ударить», «ударять» — «бить», мы должны упомянуть или привести то, что помогает нам полностью понять его смысл, то есть то, на что данное действие падает. «Фальфа'ул-бихи» — переходный глагол «яхтаджу ли шай-эйни» — нуждается в двух вещах. Первый — это «фа'алин яф'алу», «фа'алин» — то есть в том, кто это действие совершает, кто-то совершил обозначаемое им переходное действие, обозначаемое им переходное действие, у маф'алин якау алейх и в маф'алине, то есть в прямом дополнении, то есть в том, на кого данное действие падает. Как известно, «аль-маф'алю бихи мансубан» — прямое дополнение, согласно арабской грамматике, должно быть поставлено в состоянии нас в винительный падеж. Признаком падежа нас здесь в подобном имени единственное число является огласовка «фатха» на конце этого имени. Значит, переходный глагол — это такой глагол, который ставит «маф'алю бихи» прямое дополнение в состояние нас в винительный падеж, как здесь в нашем примере «даробту зейдан». Слово «даробту зейдан» поставлено в состояние нас в винительный падеж, так же, как и в русском языке, например, «эта книга» — «хаза китабан». Потом мы говорим «крату китабан» — «я прочитал книгу». Мы не говорим «я прочитал книгу». Значит, кого что — «книгу»? «касар туль калам» — «я сломал ручку» и так далее. У аламу туль фи'алил мута'адди — признак переходного глагола «ай юсаага мин хусмун маф'алин». «ай юсаага мин хусмун маф'алин там» — образование от него полной, законченной формы «исма маф'аля». «предчастие страдательного залога», то есть имени поддействияного. «ай юаир муктарин би харфи джарин ау зарфин». То есть формы имени поддействияного образованы не при помощи харфа джара, предлога родительного падежа или имени, выступающего в роли обстоятельства. Например, «фатаха открыл» мы можем сказать «мафтуган открытый», «холюха создал», «махолюхун созданный», «закара упомянул», «маданкуран упомянут» и так далее. В отличие от непереходного глагола, для образования «исмафун», то есть формы имени поддействияного от которого, надо присоединить, добавить к нему харфу джар, предлог родительного падежа. Например, «гадыба разгневался» и «магдубан алейхи» — тот, на кого разгневались. «джелеса сел» — сидел. Таким образом, мы можем образовать от переходного глагола формы «исмафун» имени поддействияного напрямую, без харфу джара, как «мадрубан», например, «машрубан», «макулин» и так далее. В отличие от непереходного глагола, так мы не можем образовать его напрямую, без посредства харфу джара, предлога родительного падежа, от непереходного глагола. Так, например, мы не можем сказать от харжа напрямую «махрубан», а также от «захба мадхубан», напрямую, без харфу джара. Аллаху алюм.